Так, тишина, никого нет. А меня слышно? Кто-то слышит меня? Алло? Так, тишина. А меня слышно? Кто-то слышит меня? Так, что-то да. Ну так, кто слышит, возьмите Библию, откройте Псалом 22, допустим. Прочтите внятно, членораздельно, и все, и начнем. Мы ж вас все ждем. Ух ты! Это у нас в скайпе так, шалом, шалом. Сейчас. Вот это да. Вот это да. Ай, ну и дела. Вот это да. Тут что-то происходит в эфире интересное. Шаббат. Наверное, не хотят никто работать эти провайдеры. Шаббатятся. А мы работаем. А нам все равно. Для господа работаем по субботам тоже, в том числе. Так, хорошо, я пока тут налаживаю, вы тут настраиваетесь. Смешно, да ли, да? Ну, мультики такие с утра. Ой-вы. Так, а ну-ка, если так. Ну, шаббат, шаббат. Мы все отдыхаем, отдыхаем. Поэтому отдыхая, работаем, работая, отдыхаем. Как говорил один старый еврей, почему он так хорошо выглядит и здоров, и зубы все свои, волосы не седые. Он говорит, а я не напрягаюсь. Поэтому мы не напрягаемся в субботу уж точно. Баруха Шем, баруха Дунай. Так, слушаем еще раз. Вы прочитали Псалом, да? А то у меня какие-то мультики были. Хорошо, теперь свидетельства. Кто-то может поделиться свидетельством в скайпе? Что делает Господь у вас на земле? Не у всех есть микрофоны, не у всех есть камеры, наверное. Ну, пожалуйста, мы вас слушаем. Сегодня посты, молитва за Европу и за Турцию, Израиль, за Юг и за Запад. Пожалуйста, кто свидетельство имеет, скажите пару ласковых слов. В скайпе, Миньян, сейчас, Веночка, добавлю тебе. Тут у нас уже столько человек. Ну, попробуй добавить. Пожалуйста. Можно сказать. Конечно, нужно, нужно. Дело в том, да, меня зовут Анна, я из Германии. Анна. Значит, вот вчера я очень думала и ночью думала о 144 тысячах. То есть, это такое, в общем-то, маленькое количество число для, ну, в соотношении с жителями земли. И я... Так, пропадает. Ну, аж странно, но учитывая то, что в соотношении с жителями мало людей, это это... Ну, я бы, опять же, говорите с того, верующих, кто-то, верующих, кто-то не верующих. По-моему, это я подумала, что это действительно очень маленькое дело для количества людей. И врачи, это число, это, как раз, на самом деле, чем источник. И нам нужно молиться за наши семьи, за наш дух, чтобы у нас источник. И для этого число, это маленькое число, начаток, это какие-то стердности. И для людей отставлено, это действительно очень важно, а вот сейчас даже такая, не знаю, как это важно, чтобы было нам. Поэтому давайте, пожалуйста, все помогутся, чтобы не помимо нас так, чтобы не только мы... Ха-ха-ха-ха-ха! Ой, вы поняли, да, о чем она просит? Корректор и любви родные сне, которые приходит нам на земле, чтобы мы не прошиваясь выходить. Хорошая женщина. Добрая, добрая. Чтобы войти в это число Чтобы быть спокойным Войти в это начало В это начало В войско Спасибо Ну да, хорошо Очень неразборчивый звук был у меня Во всяком случае Но я понял, что вы предлагаете Помолиться Чтобы нам не остаться на великую скорбь Ну так это же Для этого мало молиться Надо что-то делать еще Чтобы попасть в число избранных Надо соответствовать избранным Все как написано Они следуют за Агнецем Куда бы он не пошел То есть если Агнец сегодня Нас зовет в Израиль На гору Сион Надо туда идти Вы готовы идти? Или вас держит ваше еще имущество Ваши условности Там муж не разрешает Еще что-то Ну вот поэтому Войти в 144 тысячи Могут только те Которые свободны Вообще от всего Полностью свободны И чтущие закон Второй вопрос Кто хочет быть 144 тысячи А как у вас с законом? Свинину едите Десятину даете Как вы? Папу, маму уважаете? На жену не смотрите чужую С прелюбодеянием Или на мужиков Вот Как у вас нравственная часть И так далее То есть это не так все просто Это люди Прошедшие Самые высокие стандарты Они уподобились Ешуа То есть уже полностью Как он И вот это интенсивная работа Святого Духа сегодня Над всеми нами Свободно, Лена Поздравляю Знаете, как это классно Быть свободным Женатый, как неженатый Написано Вот такими надо быть Замужняя, как не замужем Это не каждому дано И не каждый сможет Эти планки Преодолеть Хорошо Еще свидетельства есть У кого вопросы Европа Юг Израиль Турция Пожалуйста Говорите Что вы себе думаете там? Шалом всем И о Италии И о Италии Времени, конечно, у меня очень мало Потому что с утра В пост и молитву Атаковали сразу демоны Вот один проснулся К десяти У нас сейчас десять утра Один проснулся к десяти Обычно спит до двенадцати Но в кратках Своим Обращение Хочу поприветствовать всех Ишурунов Во всех точках земли Спасибо Господу Что он нас собрал В онлайн эфире Для того, чтобы Благовествовать И проповедовать Слово У нас еще есть Благодатное время Для этого Мы можем свободно встречаться Чтобы в молитвах Противостоять силам зла Амин Ну, как таковой стороны Ишуруния Еще Бог не состав Мы все разбросаны По разным точкам планеты Мы находимся Среди Ислама Среди католиков Среди всех остальных религий Вот, которые Ну, не угодны Богу И с которыми, конечно Нужно Как-то Препятствовать Бороться С ними Не то, что бороться Просто Провозглашать Вот истину И Слово Божье В этих регионах Да, вот Мне сестра одна Это Католики, конечно Это очень Крепкий орешек Их очень трудно Переубедить в чем-то Одна сестра Вот по вере Мне говорила Что у нее сестра Католичка И вот она 12 лет Молилась Чтобы Она Бросила Свою веру И перешла К настоящей Это очень много Времени Потребуется С каждым Для работы Да вообще И как бедному Католику Найти истину Если у них Библия Изменена Она совершенно Другая Я как вспомню Как я искала Библию Катехезисы На итальянском языке Настоящую Синаидального Перевода С трудом С трудом Я нашла их У адвентистов Местных Итальянцев Вот У них закон Изменен У них совершенно Другой закон Вот передо мной Лежит Католический Катехезис Вот смотрите Какие у них Заповеди Первое Это верь в Бога Всего два слова Верь в Бога Все В какого Бога Да Да Вот Вторая заповедь Не бесчести Имени Его Хотя у нас Вторая заповедь Вот в нашей Библии Мы знаем Что не делай себе Кумира Изображение того Что на небе Вверху Вот А у них Не бесчести Имени Бога Третья заповедь У них Святи день Господень Все Коротко И я Какой хочешь День святи Ну Выбрали воскресенье Святят воскресенье Вот четвертая заповедь У нас Это день субботний Который Мы Празднуем Субботний день Вместе с Господом А у них Четвертая заповедь Почитай Отца И мать Своего Все Совершенно Все наизнанку Все кузырком Пятое Там Не убивай Не распутствуй Не кради Не давай Никакого ложного Свидетельства Не желай Жены ближнего Не желай добра Все Вот Вот это Ихни католический Как Как Может Католик Найти Истину И правду Хотя бы Даже о том Субботнем Дне И Обо Все Остальном Поэтому Я считаю Что нам Нужно Все таки Про вас Глашать Больше Субботних Праздников Побольше Говорить о Субботе Чтобы они Все таки Слушали Нас Чтобы они Прислушали Что Может быть Вот бы Нашли Как-то Источники Где Можно Узнать Правду Неудивительно Что Вот Папа Римский Даже Собирается Библия изменена Закон изменен Молитву Ишуа Ишуа Не было Мучительно Больно За прожитую Жизнь На земле И чтобы При встрече С Ишуа Он мог Нам сказать Это Раб Мой Верный Да Молодец У нас Пост Молитва Сейчас В эфире Смотрите Онлайн Добрый Добрый Хорошо Хорошо Отлично Хорошо 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 Олечка Спасибо Очень интересно Еще Регионы Южные Есть регионы Кто там Израиль Есть Тут А Юг Италия Можно Юг Италия Супер Ну А все О всем И прошлый раз Я говорила Значит Конечно Как Католицизм Здесь Естественно Процветает Полной силе Но я Немножко Хочу Сказать Что-то Как бы Хорошее Давай Вот Итальянцы Здесь Вот В Неаполе Молодцы В том Отношении Что Они Стольким Многим Людям Которых Я лично Знала И сейчас Знаю Они Помогают Вот Тем Которые Больны Этими страшными Болезнями Как Рак Как Гепатит С И Многим Они Помогли И Лечение Все Лечение Когда Они От А до Я Все Лечение Бесплатно Вот Сейчас Девочка Из Москвы Лечится У нее Рак Крови И Сейчас Она Приняла Вторую Химию И Должна Быть Операция По Присадке Костного Мозга Донора Мама И Многим Этим Вот Я еще Костя Костя Тоже Лечился Он Поехал Уже В Украину И Он Говорил Что Один Курс Лечения Это 17 Тысяч Евро И Это Все Было Для Него Бесплатно Ну В этом Отношении Что Итальянцы Многим Помогают Помогают И Действительно Вот 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 Этот Плюс И Надо Действительно Молиться И Нас Всех Объединить Со Всем Ешеронов Чтобы Мы Могли Могли Посвятить Себя Богу В Это Последнее Время И Чтобы Чтобы Есть Уже Знаю Познакомился С женщинами Которые Также Мыслят Но Все Они Как бы В каждой Церкви Есть Как бы Они Как бы Одинокие И Вот Нужно Соединить Вот Склеить Вот И Благодаря Компьют И Компьютер И Интернету Благодаря Мы Можем Это Делать И Вот Сейчас Молиться И Выискивать Ешеронов Которые Смогут Послужить Для Бога Амин Хорошо Спасибо Спасибо За информацию Интересно Еще Свидетельства Пожалуйста Кто готов Кто Жаждет Ну Я Всегда Готов Поэтому Жажду Вот Поэтому Поделюсь Наблюдая Вот Картину Последнего Времени Очень Интересно Видеть Как Поднимается Так Называемый Третий Рим Третий Рим Это Выражение Вы можете Встречать Часто В журналистике Википедии Написано Что Третий Рим Это Европейская Религиозная Истериосовская Или Политическая Идея Использовавшаяся Для Обоснования Особого Религиозно-политического Значения Различных Стран Как Приемников Римской Империи Эта Идея Основанная На концепции Переноса Империи Использовалась Для Легитимации Притязаний Тех Или Иных Монархий На Преемственность По Отношению К Византии То Есть Теория Вот Еще Тут Пишут Они Московская Теория Московская Концепция Третьего Рима Теория Москва Третий Рим Послужила Смысловой Основой Мессианских Представлений О роли И значения России Которые Сложились В период Возвышения Московского Княжества Московские Великие Князья Притязавшие Начиная С Иоанна Третьего На царский Титул Полагались Приемниками Римских И византийских Императоров Наиболее Авторитетной Популярной В исторической Науке Ивляется Теория Впервые Обоснованно Изложена В 1869 Году В докторской Диссертации Иконникова Согласно Данной Точке Зрения В явном Виде Концепции Москва Третий Рим Была Сформирована Ну и так далее Старец Филофей Поставил Ставил Московского Князя В один раз Императором Константином Великим Называя Последнего Предком Царя То есть И сегодня Вот Сегодняшняя Пресса Почему Москва Третий Рим Россияне По праву Могут Гордиться Своей столице Выражение Москва Третий Рим Стало Крылатым Ну действительно Москва Один из Крупнейших Городов В Европе Наверное Самый Крупный Там Более 15 Миллионов Живет А между Тем Люди Часто Задаются Вопросом Так Почему Москву Называют Третьим Римом И Слушая Заявления Президента Сегодняшней России Конечно Все В шоке Владимир Путин Выступая На Одном Из Заседаний Последних Там Где-то На Валдае У них Был Слет И Он Заявил Следующее Что Если Начнется Сейчас Война Она Будет Ядерная Это Все Понимают С Применением Локальных Ядерных Ракет Не Такие Как Хиросима Нагасаки А Локальные То есть Меньшие Разрушения И Особенно Заражения Территорий Чтобы Сохранить Территории Ну Неповрежденным Потому что Например Чернобыльская Зона Под Киевом Она до сих пор Закрыта Это Десятки Сотни Квадратных Километров Зона Отчуждения Там Где Произошел Произошла Утечка Ядерного Топлива Выброс Так Называемый И Украина Очень Сильно Пострадала По поводу Онкологии Она на первом месте Среди Мировых Государств И Эта зона Отчуждения До сих пор Закрыта Потому что В течении Тридцати Там Сорока Пятидесяти Семидесяти Ну вот Делают Замеры Почвы Там Все Все Анализируют И Ученые Говорят Что Еще не скоро Откроется Эта зона Поэтому Чтобы Не Не Делать Такие Зоны Очаги То Будут Применяться Меньшие Разряды Но Достаточно Большой Разрушительной Силы И Президент России На этой Неделе Сказал Что Если Кто-то Тронет Россию Хоть Одна Там Ракета Взорвется На территории России Россияне Не боятся Этого Потому Что Они Будут Приравнены К мученикам И пойдут В рай Ну а Все остальные Сдохнут Вот Прям Прямой Текст То есть Это Как бы Заявление Плюс Активизация Разведки В Европе Российской Плюс Вот эти Употребления Газа Новичок В Великой Британии И так Далее То есть То что Сейчас Россия Делает Сирии И Как она Усиливает Своё влияние Среди Арабских Стран Мусульманских Стран И Какие Льготы Сегодня В России Для Мусульман Поэтому Вот даже На Следующей Неделе Будет Встреча Турции Ирана И других Мусульманских Стран С Россией Чтобы Обсудить Ситуацию Сирии Сирия Это Граница Израиля Это Территория Которая Как горячий Очаг Горит На пороховой Бочке И когда Что И где Рванёт Ну действительно Непредсказуемо Мы Вчера Рассуждали На тему Удивительного Человека Даниэля Пророка И он Возвестил Четыре Животных Которые Выйдут На поверхность Земли В последние Времена Но Последний Зверь Самый Страшный Самый Страшный Вот Самый Последний Зверь Это Как раз Наши Дни Даниэль Видел И льва И видел Леопарда С орлинными Крыльями С четырьмя Головами Ну Леопард Это Символ Арабских Стран Мусульманских Стран Лев Это Ну Больше Похоже На Великую Британию У них На гербе Как раз Стоящий На задних Лапах Лев И тут Он встал Как человек На лапы Медведь Медведь Россия Символ Да Вот как бы Угадывается Что-то Но последний Зверь Страшный Ужасный Большие Железные Зубы Очень Сильный Десять Рогов И там Еще один Рог Вырос Три Рога Сломались Осталось Всего Восемь Но самый Маленький Стал Самым Большим И это Был Гордый Высокомерный Рог Который Говорил Богохульство Богохульство Но мы уже пережили 70 лет советской власти Богохульство Когда говорили всякие гадости про Всевышнего Отрекались от него публично Давали клятву комсомольцы Пионеры Коммунисты И так далее Атеистическое Время Советского Союза Я застал Меня преследовали Как верующего Гнобили Гнобили Вызывали Позорили Хорошо Что я был такой Ну человек Спокойный И твердый Вот А так тяжело было устоять Когда на тебя все давит Государство Везде Все спецслужбы Ты на учете Там за тобой следят Каждое слово Все записывают Стукачи В каждом собрании Стукачи И мы знали Кто стукачи И Ну что делать Такое было время Все терпели Эти гонения Преследования Штрафы 25 лет тюрьмы Давали При Сталине За то Что в доме Найдут Библию Только Библию Если найдут Это вражеская литература Антисоветская Она Считалась Разрушающей Опасная Поэтому Уничтожались Библии Уничтожались Священники Церкви Здания Забирали И превращали Склады Или спортивные Залы И так Было До До Развала Советского Союза В 90-м году И сейчас Опять Третий Рим Поднимается Чем Характеризуется Система Антихриста 666 Три шестерки Это три системы Управления Государственным Государственным Аппаратом Первая шестерка Это политика Вторая шестерка Религия И третья шестерка Экономика Бизнес Деньги То есть Деньги Идеология И управляющие Этими процессами Политики И мы видим И слышим Сегодня Конечно Больше всего Агрессивно Высказываются Российские Политики Российская Религия Приводится Сейчас Вообще Такое Агрессивное Состояние К каждом Служении Православной Церкви Проклинают Константинам Константинопольского Патриарха Который дал Независимость Украинской Православной Церкви И пошло Мощнейшее Обострение Мощнейшее На религиозной Почве Но войны Всегда Начинаются На религиозной Почве Плюс Экономические Интересы Плюс Политические Интересы И империя Это всегда Монстр Подминающий Под себя Достаточно Вспомнить Римскую Империю Которая Чем Занималась Завоеванием Государств Александр Македонский Великий Основатель Империи Александра Македонского Дошел до Индии От Греции Македонии Посмотрите По карте Какой путь Он проделал Полмира Он обошел Со своими Войсками Воины По 30 лет Не бывали Дома 30 лет Ушел И все И нету Потому что Война 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 Грабеж Грабеж Надо все Брать и брать Жажда Власти Неуемная Была Это козел Которого Видел Даниэль И он Бодал На все Стороны Земли И попирал Копытами Топтал И так далее И поэтому Конечно Самый страшный Зверь Появляется В наши Дни То есть Мы Как исследователи Священного Писания Утверждаем Как пророки Апостолы Евангелисты Утверждали Это И утверждают Продолжают Утверждать Что наши Дни Это Рождение Третьего Рима Или Рождение Новой Системы Власти Мирового Уровня И Будут Войны Как еще Я сказал Услышите Что будут Войны Будут Военные Слухи Причем Эта война Уже Затронет Всех Если В последней Войне Там Соединенные Штаты Могли Еще Удерживать Какое-то Невмешательство И только В конце Уже Они Вмешались Стали Частью Коалиции Но Нейтральных Не будет То есть Сейчас Готовятся Такие Анклавы Военные Выделяются Баснословнейшие Финансы Миллиарды И триллионы На Вооружение Институты Работают День и ночь Изобретая Новые Виды Вооружения И Самая Большая Гонка Сейчас Это Создание Искусственного Интеллекта Человек Понял Что Компьютер Намного Быстрее Намного Успешнее Чем Мозг Человеческий Человек Не может Сохранить Столько Информации И Обрабатывать Эту Информацию В своем Разуме Так Как Это Делает Сегодняшние Сверхкомпьютеры В Одну Секунду Они Дают Анализ Ну Уже Проанализировали Где Как И Что Будет Если Даже Начнется Война Масштабная Война Поэтому Все Высчитано Просчитано И Компьютеры Уже Управляют Государствами И Написано В Писании Что Будет Создан Образ Зверя В него Вложен Дух И Он Будет Ходить И Говорить Вот Приехала К нам Уже Там Первая Женщина Робот Женщина Робот Смешно Да Вот Которая Давала Интервью Газетам Журналам Ее На полном Серьезе Спрашивали Как Вы Относитесь К этому Как Вот Этому Не Хотели Бы Там Тра Та И Все Она Отвечает Интеллект Уже Работает И Смотреть Жутко Как Робот Как С роботом Обращаются Как С Человеком Как С Личностью Это Ж Но Это Вообще Богохольство И Кощунство И То Что Будет Создан Искусственный Интеллект И Что Это Страшно Предвещают Все Умные Разумные Люди Которые Имеют Доступ К Этим Тайнам Но Пророки Об этом Уже Предвозвестили Наша Ответственность Нашего Поколения Читать Исследовать И Делать Выводы Естественно То есть Как мы Узнаем Что мы Живем Последнюю Шмету Как мы Узнаем Что В эти Годы Все Свершится Ну Во-первых Из священных Писаний Второе Нам Свидетельствует Святой Дух Третье Мы Видим Обстоятельства Мировые Новости Ежедневно Исследуя Мировые Новости Политики Экономики И Другие Анализируя Происходящее Мы Видим Ясно Что Идет Все Идет Катаклизму Мировому Катаклизму И Чем Это Закончится Все Как Написано Все Люди Будут Убегать В пещеры Бункеры Сегодня Уже Выкупают Бункеры Строят Бункеры Многоэтажные Бункеры Человек Ушел Под землю Если Вы Не знали Вот Москва У нее Под Москвой Там Многокилометровые Хранилища С запасами Еды Там На сто лет И так далее И там Душ И ванна И туалет И бассейн И все Уже Готово И это Не только В Москве Это Во всех Крупных Городах В Соединенных Штатах Был проект Ноев Ковчег При Джиме Картере Еще Построены Убежища Для политической Элиты Элиты И расписаны Все Инструкции Карточки Пропуски Розданы Бункеры Оборудованы Многокилометровые В горах В скалах В глубине И там И там Уже Железная Дорога Есть И Ну все Чуть ли Самолеты Не летают И Жизнь Под Землею Сегодня Для вас Это чуждо Непонятно А для Политиков Уже Давно Она Существует И У всех Есть Ведущих Лидеров Свои Бункеры Для Семьи Для Детей Для Всего И Уже Проработано Кто Как И Будет Жить Там И Как Это 30 Лет Провести Под Землей Чтобы Сохранить Популяцию Второй Вариант Это Строятся Будут Базы На Марсе Чтобы Сохранить Биологический Вид Человека Как Вид Вот То есть Люди Думают О Грядущей Катастрофе И Когда Президент Говорит Что Мы Умрем Как Мученики А Остальные Сдохнут То Это Уже Намек На То Что Время Приблизилось То То есть Он Этим Дал Понять Как Пишут Журналисты Что Россия Готова К К Любому Сценарию Уже Готова Войска Готовы Все Готово Оружие Готово Психологически Морально Готовы И так Далее Но Я думаю Что еще Произойдет Чистка Религия Она Захватит Полностью Все сферы Жизни В России И Гонения Неизбежны На Протестантов Или Как их Называют Американские Секты Вот Неизбежно Поэтому Люди Которые Предвидят Беду Они Укрываются А Люди Которые Не видят Беды Наказываются Поэтому Я не хочу Например Чтобы Я и моя Семья Не видела Я хочу Чтобы Я и моя Семья Служила Всевышнему А Всевышний Дает нам Знание Куда Уходить Когда Уходить И что Ожидает Землю Где мы Живем И тут Никакие Молитвы Не помогут Никакие Это Сценарий Сценарий Он уже Написан И Как Здесь Сказано Состоится Определенное Всевышним Все Уже Это все Прописано И 144 Тысячи Прописаны Что Это За Люди Где Они Назовите Одного Вы Хоть Одного Знаете Из них И Какие Характеристики Параметры Этих Людей Конечно Для Некоторых Страшно Даже Это Читать Или Об Этому Слышать И Об Этому Думать Но Как Написано Мудрый Мудрый Прочитает И Умножит Ведение Мудрые Они Сегодня Читают Они Исследуют Писание Вот Моя Библия Она Вся Изрисована Вся Исписана С пометочками Потому Что Я В этом Уже Сорок Лет Сижу Сорок Лет Исследую Писание И Вот Что Сегодня Дух Святой Говорит Что Для Нас Важно Послание Апостола Павла Своему Любимейшему Ученику И Называется Этот Ученик Тимофей Тимоша Тимофей Греческое Имя Так Как У него Была Материнская Линия Евреи А Отцовская Греки И Вот Он Родился От Смешанного Брака Но Был Посвящен Во все Вещи И Вот Он Пишет Во втором Послании Мне Вспомнилось Я Благодарю Бога Всевышнего Которому Служу Как И Предки Мои С чистой Совестью Когда Вспоминаю Тебя В каждой Своей Молитве Непрестанно Днем И Ночью Я Помню Твои Слезы И Мне Не Терпится Повидаться С Тобой Чтоб От всей Души Порадоваться Мне Мне Вспомнилась Которая Которая Явлением Но Я Я Я Я Я Знаю Кому Я Поверил И Уверен Что Он Способен В целости Сохранить То Что Было Мне Доверено Вплоть До Того Последнего Дня То Есть Вот Такое Ободряющее Слово Второе Тимофею Еще раз Его Прочитайте Первая Глава С Третьего По Ну Можно Всю Главу Потому Что Здесь Написано О том Что Все Что Происходит На Земле Есть План Всевышнего Который Он Придумал Прежде Создание Этого Мира То есть Он Предвидел Грехопадение Предвидел Падение Архангела Предвидел Падение Людей И План Его Спасения Осуществился Уже И Он Предвидит Финал Кто Знает Финал Лучше Чем Тот Кто Его Предвидел И Он Сделает Все Чтобы Осуществить Свои Замыслы Планы Потому Что Земной Жизнью Не Кончается Жизнь Жизнь Имеет Продолжение На Тысячу Лет Мы Будем На Обновленной Земле Под Обновленными Небесами В Обновленной Сущности Надо Об этом Сейчас Думать А не О том Как я Умру Или Бомба Взорвется Атомная Или Нет Это Все Фигня Это Все Уже Списано Это Уже Все Пройденный Этап Теперь Вот Что Нас Интересует Нас Интересует Тысячелетнее Царствование С ним И Как Нам Попасть Тысячелетнее Царствование С ним Как Нам Пройти Вот Этот Рубеж Сем Последних Лет Седмину Или Шмиту По-еврейски Но Нет Другого Как Проходили Апостолы Так И мы Во-первых Он Говорит Вам Нужна Понадобится Вера Если У вас Есть Эта Вера Есть Вера Вашей Маме Бабушке Есть Вера В вас Вашим Детям Надо Эту Веру Передать Вера Которая Будет Черпать Силы Если Веры Нет Нет Силы Силы Нет Нет Ничего Ты Становишься Уже Обмякшим Куском Плоти Боязливый Неверный Скверный И так Далее Но Если Есть Вера Есть Стержень Когда Есть Стержень Тогда Ты Непоколебимый Твердый Преуспевающий В деле Господнем Поэтому Вот Что Говорит Тимофею Апостол Черпай Силы Сынок Черпай Силы Сынок Черпай Силы Сынок Черпай Силы Сынок Возревай Дары Которые тебе Дал Всевышний Тебе дал Всевышний Языки Молись Языками Часами Сутками День и ночь Вот это Тот дар Что тебе Поможет Дал тебе Всевышний Дар Пророческий Пророчествуй Пророчествуй День и ночь Дал сегодня Эфир Выходи в эфир Зажигай Людей Поднимай Поднимай Ешурунов По всей земле Вот Что значит Возгребать Огонь А не Сложить Ручки И ждать Смерти Нет Найн Мы не Уйдем Отсюда Как Жертвы Жертва Уже Принесена Жертвы Было Столько За Последние 2000 Лет Что это Страшно Представить Миллиарды Обезглавленных Распятых Повешенных Растерзанных Зверями В амфитеатрах В первом веке Церковь Заплатила Сам Павел Умер От сечения Головы Императором Нероном И это Произошло В Риме И эта Кровь Вопиет Всевышнему И души Обезглавленных Кричат К нему Доколе Ты не будешь Мстить Доколе Не мстишь Владыка Так вот Я вам хочу Сказать Время Отмщения Пришло Для земли И люди Те места Где проливалась Праведная Кровь Если там Не будет Миньянов Если не будет Ешурунов Шефтимов Объединенных В 24 Часовой Молитве Не будет Ничего Хорошего Там Будет Разруха Голод Эпидемия Аполеон Будет Гулять Как хочет И Скорпионы Будут Жалить И жалить И жалить И люди Будут Умирать И сдыхать Как сказал Президент России И сдыхать От страха Будущих Бедствий Даже Не от Атомного Оружия От Страха От Депрессии Но нам Господь Всевышний Не дал Депрессии Дух Дух Депрессии Это от Дьявола Нам Всевышний Дал Дух Веры Дух Силы Дух Здравомыслия Дух Рассудительности Воздержания Терпения Опытности Надежды Нам Всевышний Дал Все параметры Чтобы мы Остались На земле В славе И Вошли В небо В славе Нам Надлежит Прославить Его Тою Славою Которую Мы имели У него Прежде Создания Этого Мира Вот Такой Славой Его Мы И прославим Кричите Кто понимает Амэн Кто не Понимает Да не Понимает Уже Поздно Понимать Уже Все Уже Время Пришло Понимать Или Не Понимать Пусечка Завари Себе Кашку Кашка Там Есть Овсяночка И По этой Причине По причине Того Что Наша Жизнь Коротка И Надо Ее Закончить В славе Финал Венчает Всю Жизнь Может Быть Наша Жизнь Была Неудачной Брат Неудачен Там Что-то Неудачное Было Что-то Не так Как мы Хотели Может Быть Не так Все В семье Детьми Но Нам Нужно Закончить Финал То есть Финишировать Поддерживая В себе Живой Огонь Божьего Дара Который В нас Через Святого Духа Руаха Кудыш Потому 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 Это Знание Крыляет Нас Всевышний Не давал Нам Дух Трусости Он Давал Нам Дух Силы Силы Любви И Здравом Мысли Поэтому Мы Не стыдимся Свидетельства О нашем Господе И не стыдимся Его Апостолов Его Посланников Его Пророков Его Узников Но Мы Разделяем С ними Бремя Мы Их Поддерживаем Финансово Молитвенно Мы знаем Что это Лидеры Последнего Времени И 144 Тысячи Лидеров Это Действительно Ешуруны Высокого Уровня Это Люди Которым Будет Дано Совершить Завершение Всей Картины Божьего Творения Божьих Планов Это Те Которые Как Апостолы Выполнили В первом Веке Свою Функцию И ушли На небеса Героями Святыми И Мучениками На самом деле Настоящими Мучениками Я потрудился Пишет Апостол Я течение Совершил Я веру Сохранил А теперь Мне готовится Венец Венец Праведности Который Приготовил Всевышний Не только Для меня Но для Всех вас Кто дойдет До Конца До Конца До Конца Вот это Звучит Сегодня В нашем Духе Будь Верен До Смерти Дам Тебе Венец Жизни Иначе Никакого Венца Ваша Неверность Ваша Меркантильность Ваше Либеральное Христианство Ничего Не доведет До Совершенного Но Руаха Кудеш Доведет Доведет Потому Потому Что Будет Великое Великое Множество Святых Еще Которое Невозможно Исчислить Помимо 144 Тысяч Избранных От Последнего Поколения Землян Будет Еще Неисчисленное Множество Людей Которые Придут От Великой Скорби То есть События Которые Начинаются Пробудят Людях Веру И люди Будут Верить До смерти До конца Никто Не отречется Все пойдут До конца Семьями Как в первом веке Шли в амфитеатр Жена Муж Обнимаются Держат Деточек На руках Младенцы А Звери Их Рвут На куски И они Умирают Подняв Глаза В небо Со Слезами Радости И умиления И эта проповедь Была самая сильная Для римлян Когда римляне Видели Такую смерть На манеже Это пробивало Самое каменное Сердце И Возможно Что да Будут жертвы Возможно Будут публичные Казни По телевизору Показывать Как люди Умирают За свою веру За свои убеждения И это будет Лучшей проповедью Для всех Остальных Поэтому Мы готовимся Готовимся К страшным Величайшим Событиям Финала И Как написано Матфея 24 глава Луки 21 глава Марка 13 глава Читайте Читайте Вникайте В учение Это все Произойдет Последние дни 7 глава Даниэля 7 глава Откровения И послания Апостола Особенно Пастерские Послания Тимофею Титу Особенно Тимофею Потому что Здесь он много Говорит О финале О последующих Событиях И о конце Апостол Петр Что ее наполняет Мы просим Приникни И призри На лице Помазанных Твоих Вопиющих Из Европы Вопиющих Из Юга Вопиющих Из России Белоруссии Украины Вопиющих Из Китая И Японии И островов И континентов И Всех мест Где твои Ешуруны Собраны Во имя Твое Ты слышишь Голос Невесты И дух И невеста Говорят одно Приди Приди Господь Приди Приди Соверши Свои планы Заверши Это Эту историю Земли Как ты Задумал Как ты Господи Запланировал Как ты Определил Да свершится Воля Твоя Над нами Над нашими Семьями Детьми Над нашими Городами Соседями Родственниками Близкими Мы верим В твою верность Мы верим В твои Чудесные Мудрые Планы И мы Мы принимаем Волю Родственниками Гробов Всевышнего Твоя Ибо И запада Воскресенья И мы Ожидаем Чаем И уповаем На возвращение Царя Царей Я верю Как Иов Я Мои глаза Не глаза Другого Увидят Его Я не отдам Никому Этот венец Увидеть Встретить Ешуа Это Привилегия Привилегия Нашего поколения Ибо Немного Давайте скажем И очень Немного И грядущий Придет И не умедлит Праведник Циткейну Или Цадик Святой Посвященный Человек Будет жить Верою 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 Как даром Святого Духа Это не как Принадлежность Религия Какой ты Веры Нет Это Проявленная Сила Святого Духа Называется Вера Вот этим Мы будем Жить Это надо Возревать В ежедневных Собраниях У нас Пока что С 16 До 18 По Иерусалимскому Времени С понедельника По Пятницу И в субботу Утреннее Собрание И дневное Через Несколько Часов Мы Опять Встретимся С вами Онлайн И Пятичасовое Собрание Шаббат Шалом Всем желаем Мира Благо Благословения Говорим Вам Как говорят Ювелиры Еврейские Мазал Убраха Мазал Убраха И Хранит Нас Всех Господь До До Побачения До Побачения Спасибо Что Были С Нами Вполне Вероятно Что Вы Как раз Вот Этим И Показываете Что Вы Из Числа 144 Тысячи Они Не Спят Они Бодрствуют С Миром Божьим Бароход Бароход Спасибо Всем